Во-первых, идея хорошая, и я, безусловно, постараюсь её поддержать, но только понять, что нужно для этого сделать. Если коллеги есть, из-за администрации они тоже слышат, видят, конечно, поддержим. Но вот я хочу обратить внимание вот на что вы сказали, что вот хорошо собраться все вместе и без всякой видимой причины над чем-то общим и интересным поработать. Но причины есть. Она очень важная. Вы тоже об этом сейчас сказали. Это связь поколений и сдвижка во времени того, что было и того, что происходило с людьми, которых вы, может быть, никогда не видели и не знали, и с тем, что происходит сейчас вокруг вас и в вашей жизни. Я не помню, я говорил или нет. Мне достались письма моего деда, которого я не видел. Он ушёл из жизни ещё до того, как я на свет появился. И вот мне достались его письма, которые он писал своему сыну, моему дяде, получается, на фронт. Вы знаете, на что я обратил внимание? Ну, во-первых, мой дед крестьянин, он жил в деревне, в Тверской губернии, здесь рядышком. Знаете, на что обратил внимание? Во-первых, он к своему сыну обращается на «вы». А его сын к своему отцу тоже обращается на «вы». Я вот о чём подумал. Это же простой деревенский человек. Он написал-то с ошибками. Но какая внутренняя глубокая культура была у нашего народа? Это удивительно. Вот сейчас, ну, у меня много, большой круг общения, и разные люди есть, и деятели искусства, и учёные, и военные, и так далее. Многие считают даже особой забавой крепкое словцо использовать и так далее. А вот у простого деревенского человека, вот какая была внутренняя культура, о которой я сказал. К сыну к родному обращается, а тот к отцу на «вы». Это в обычной русской деревне. Когда я прочитал, я как-то стал по-другому относиться и к своей семье, и к себе самому. И начал думать о том, что неплохо было бы равняться на всё лучшее в истории нашей семьи. Он пишет, в том числе описывает, как бабушка погибла. И как она умирала на его руках, шли бои, и пуля, они лежали где-то в окопах, там, жители деревни, и пуля попала немецкая ей в живот, и она умирала на его руках. И вы знаете, очень слова какие мне просто в душу запали. Когда он рассказывает своему сыну в письме о последних словах бабушки, она понимала, что она уходит от жизни, он понимал. И она ему говорит, это он пишет сыну своему на фронт, она деду, своему мужу, говорит, не плачь, не расстраивай меня. Вы представляете, какая глубина отношений? Она умирает и переживает за него, за то, что он расстраивается, ну, так она и сказала, и плачет. Вы понимаете, какая глубина отношений у простых людей, какая любовь? И, ну, как же нам не брать с этого примера? Вот, когда мы говорим о наших традиционных ценностях, мы имеем в виду в том числе и это. Вот эту внутреннюю любовь, которая лежит в основе отношений в нашем обществе. И потом дает характеристику и дает наказ своему сыну на фронте. Бейте этих гадов. В письме, в обычном семейном письме. Вот, вы знаете, вот таковы наши ценности. Как же их не беречь? Они составляют основу нашего бытия, нашей жизни. И поэтому то, чем вы занимаетесь, вот составлением, как бы, истории своей семьи, но, мой взгляд, чрезвычайно важная вещь, чрезвычайно. Желаю вам всяческих успехов в этом начинании. И все, что от нас зависит, постараемся сделать для того, чтобы вас поддержать. Спасибо большое. Спасибо. После такой поднятой вами темы хочется немножко... Кстати говоря, извините, пожалуйста. Когда я прочитал наказ как бы деда своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Но победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас таким являемся. Чрезвычайно важная вещь. Вот только одна зарисовка из истории семьи. А таких семей у нас подавляющее большинство. Это очень важно.